Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Экспорт зерна и строительство молокоперерабатывающего завода. Возможности сотрудничества обсудили глава региона и чрезвычайный и полномочный посол Эстонии. Госуслуги доступнее. В Казахстане запустили правительство для граждан. Как и где можно получить новые услуги? Космический юбилей. 55 лет первому полету человека в космос и средней школе номер 14, носящей имя Юрия Гагарина, отметили в Петропавловске. И обо всем подробнее. Северный Казахстан с деловым визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в нашей стране. В регион Ян Рейнхольд прибыл по приглашению Акима области Ерика Султанова. Все подробности у Ирины Панфиловой. Они уже встречались в феврале этого года во время неформального обеда в столице. Поэтому об экономическом потенциале Северного Казахстана эстонский посол знает из первых уст. Здесь ежегодно собираем треть урожая пшеницы по Казахстану. Очень качественная, органическая продукция, производство у нас. И мы можем здесь развернуть хороший бизнес по переработке продукции сельскохозяйства. Экспортировать можно его хоть в Европу, хоть в Китай, хоть куда. Можно вовлечь много предпринимателей. У нас есть и земли. У нас есть все условия. В нашей области развивается машиностроение. Немало месторождений полезных ископаемых. Как минимум 240 еще не освоены. А значит, есть большое поле деятельности, где можно начать совместную работу, считает Ерик Султанов. Чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, нужно их познакомить с Северным Казахстаном. Для этого лучше организовать бизнес-форум. Идею главы региона иностранные гости поддерживают. Отмечают, приехали к нам с предложениями. Главное – развитие логистики и экспорт зерна. У нас три работающих современных портов. В Таллинском порту есть самый большой зерновой терминал в Бальтийском море, в Европе. И один из крупнейших в мире. Элеватор там емкостей 300 тысяч тонн. По логистике очень выгодная ситуация. Чтобы не переобывать, допустим, не переставлять колесные пары, выгрузка в ваш этот крупный терминал, оттуда перевалка через водный транспорт – это очень выгодно. По словам Ерика Султанова, сейчас в регионе есть полтора миллиона тонн пшеницы. Это урожай прошлого года. При заинтересованности эстонских бизнесменов можно рассмотреть возможности экспорта зерновых. У гостей к северянам есть еще одно предложение по развитию молочного кластера. Четыре или пять больших фарм, 3300 коров каждый. На третьем этапе уже, в принципе, можно составить большую молокообрабатывающую завод, где, в принципе, можно производить 500 тонн молока или молочных продукций в сутки. Со встречным визитом в Эстонию будут ждать североказахстанцев. Глава региона, в свою очередь, выразил надежду, что все договоренности будут реализованы и, возможно, уже через год участники переговоров снова соберутся, но уже для открытия новых производств или предприятий. В завершении встречи стороны обменялись презентами. В отделах земельных отношений, архитектуры и градостроительства Петропавловска выявлен ряд нареканий к процедуре оказания госуслуг. Об этом говорили на Совете по этике. На заседании рассмотрели три вопроса. Репортаж Кристины Горбаченко. Первым выступает глава города Марат Асмаганбетов рассказывает, как в Акимате Петропавловска борются с коррупцией. Помимо семинаров и лекций, специалисты ведомства ведут контроль за самовольно занятыми земельными участками и за теми, которые используют не по целевому назначению. Так, за отчетный период по решению суда возвращены в государственную собственность 9 самовольно занятых земельных участков, 166 земельных участков прездными и бесхозными и поступили в коммунальную собственность города. Постановлениями Акимата отменены право собственности в отношении 204 неиспользуемых земельных участков. В местном исполнительном органе оказывают свыше 70 госуслуг. Как показывает статистика и проверки, есть случаи, когда их предоставляют за отдельную плату. За нарушение антикоррупционного закона с должности сняли директора туристического центра «Планета» и уволили руководителя отдела земельных отношений. Согинав нарушение стандарта государственной услуги, срок оказания, который составляет 7 дней с момента подачи документа, в течение суток, должным образом не проверив представленный землеустроительный проект, приняло решение об утверждении землеустроительного проекта в ускоренном порядке за денежные вознаграждения. Кроме того, инициативная квартальная проверка городских отделов земельных отношений и отдела архитектуры и градостроительства на анализ антикоррупционных рисков показала, специалисты не всегда руководствуются нормами и стандартами в оказании услуг. В законопроектах, к слову, тоже есть недоработки, которые могут привести к коррупционным правонарушениям. Анализом установлено отсутствие единого подхода при определении сроков оказания государственных услуг. Так, согласно нормам одной из статей земельного кодекса, осуществление процедуры по выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка осуществляется в одном случае календарных днях, а в другом – в рабочих. По итогам проверки специалисты антикоррупционного ведомства вынесли более 50 рекомендаций. В сентябре проверят, как их исполнили. А сейчас по обращению жителей идет проверка в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. А у нас реклама. Мы продолжим выпуск новостей буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Строительная компания «Казградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает работу по возведению двух 16-этажных домов на строительной площадке жилого комплекса «Казалжар». На первом 16-этажном доме на пересечении улиц Жабаева-Партизанская залито перекрытие восьмого этажа, окончено армирование и установлена опалубка для возведения монолитных колонн девятого этажа. На шестом этаже завершена кирпичная кладка. На втором 16-этажном доме на пересечении улиц Жабаева-Маяковского подготовлено для бетонирования перекрытие седьмого этажа. Кирпичная кладка ведется на четвертом этаже. Частично выполнена установка оконных блоков на втором и третьем этажах. Во дворе комплекса продолжается строительство подземного паркинга. Забетонировано днище, стены и колонны первой половины. Там же произведена гидроизоляция стен, устанавливается опалубка для перекрытия. Выполнено армирование второй половины нижней плиты, подготовлено к бетонированию. Активно ведутся продажи на 12-этажный, одноподъездный, 55-квартирный дом в жилом комплексе «Козлужар» на пересечении улиц Маяковского-Горького. Все строительные объекты находятся под защитой охранного агентства «Боец». Казградстрой воплощает мечты в реальность. Эта боль длится вечно. Випросал – мазь на основе змеиного яда. Помогает при боли в мышцах и суставах. Випросал – жизнь в полный рост. Випросал – жизнь в полный рост. И мы продолжаем. Информация о паводке. Объем воды на Сергеевском водохранилище сегодня к полудню пошел на спад и составил 866 млн кубометров, сообщают специалисты Козводхоза. Ее уровень – 139 метров. Перелив по сравнению с понедельником уменьшился на 2 сантиметра. Он составляет 1 метр 40 сантиметров. Водохранилище заполнено на 125 процентов. А на Петропавловский гидроузел вода по-прежнему прибывает. За последние сутки уровень увеличился на 13 сантиметров и сейчас превышает 94 метра. Однако река Исиль с берегов пока не вышла. Напомню, с 28 марта от Талых вод пострадали жители 30 населенных пунктов. В районах Шалакына, Таиншинском, Есильском, Акаинском, Козылжарском и Тимирязевском. И к другим темам. Больше тысячи административных правонарушений выявили сотрудники ЛОВД на станции Петропавловск с начала года. Чаще всего горожан наказывают за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, а также мелкое хулиганство. Все подробности расскажет Алена Подласова. Этого мужчину на станции Петропавловск задержали во время операции «Паутина». Стражи порядка привели его в комнату полиции для установления личности. При досмотре у него обнаружили сверток. Как показала экспертиза, вещество оказалось героином. Вес изъятого зелья 0,34 грамма. Я нашел на остановке сверток бумажный и подобрал его. Там был героин. Я так думаю. Потребление? Да, я не могу понять. Сейчас по данному факту ведется расследование. Всего с начала года полицейские линейного отдела выявили пять случаев хранения наркотических веществ. Что касается административных правонарушений, то за три месяца на станции Петропавловск их зарегистрировано 1013. Из них 75 фактов распития и появления в общественных местах в состоянии опьянения. 43 факта нарушения запрета курения в общественных местах. 37 фактов мелкого хулиганства и загрязнения мест общего пользования. 6 фактов нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей ночное время вне жилища. С начала года административные штрафы на сумму более чем полтора миллиона тенге наложены на 185 человек. Алена Подласова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. 15 апреля по всей стране стартует акция по выкупу незарегистрированного огнестрельного оружия. Около 60 тысяч тенге можно получить за гладкоствольное, 100 тысяч за нарезное длинноствольное и 200 тысяч за автоматическое нарезное. Сдать оружие можно в территориальном отделе внутренних дел по месту жительства. В Петропавловске обращаться в УВД. В прошлом году североказахстанцы сдали порядка 800 единиц оружия на общую сумму более 37 миллионов тенге. Управление внутренних дел разъясняет, что добровольная возмездная сдача оружия и боеприпасов устраняет все основания для привлечения к любой ответственности, в том числе уголовной. Она не влечет даже обязательного безвозмездного изъятия оружия. Поскольку при последующем представлении необходимых документов, сдавшим оружием лицом, ему может быть оформлено разрешение на правоохранения и ношения. Все услуги в одном месте. В Казахстане запущено правительство для граждан. На дня государственная корпорация заработала во всех регионах страны. Данный проект – реализация президентского плана нации «100 конкретных шагов». Центр обслуживания населения здесь всегда многолюдный. Одни сдают документы, другие получают удостоверение, паспорта или справки. Кстати, с прошлой недели здесь запустили новый проект «Правительство для граждан». Работает такая госкорпорация во всех регионах страны. Объединены четыре организации. Это научно-производство центра земельного кадастра, центр по недвижимости, государственный центр по обслуживанию населения. На начальном этапе обучили работников. Когда вы приходили, вам качественно оказывали услуги. Создана государственная корпорация по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева. Разработка проекта «Реализация плана нации. 100 конкретных шагов». По мнению президента, правительство для граждан должно стать единым провайдером услуг. Пример нужно брать с ведущих стран мира, подчеркнул лидер нации, таких как Канада и Австралия. Иными словами, все для удобства населения. У нас здесь располагаются сотрудники, скажем, НПЦ, ЗЕМ, ГЦВП. Сотрудники центра обслуживания населения тоже находятся у нижнего организации. То есть это все теперь называется «Правительство для граждан». И в принципе в любом месте можно будет получить уже эти все услуги. Получение, например, пособия, либо оформление на пенсию. Североказахстанцы еще не успели оценить все преимущества правительства для граждан, но уверены, новая реформа позволит экономить время. Очень даже удобно. Даже я слышала, что сейчас упрощена процедура получения прав, что здесь и медицинские услуги. Все в одном месте. Экономия, во-первых, времени. Люди могут получить все документы в одной организации. Это очень удобно и полезно. И я думаю, это очень хорошая новость. Приходится ходить по всем инстанциям. Туда, сюда, гоняй. А сейчас, если будет здесь оформляться, естественно, удобно. Сегодня в центрах обслуживания населения оказывают 212 услуг, а государственная корпорация будет предоставлять 522. Работать правительство для граждан будет не только по будням, но и в субботу с 9 до 20.00. Помимо приема заявлений на оказание услуг и выдачу готовых документов, сотрудники госкорпорации будут заниматься их обработкой. В перспективе включить в правительство для граждан и другие ведомства. А еще как минимум до 700 расширить спектр оказываемых услуг. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, Новости МТРК. Совершенствование оказания госуслуг. 99% североказахстанских природопользователей в этом году получили экологические разрешения и заключения через портал электронного правительства ЕГОВ. О преимуществах интернет-услуг расскажет Гульнара Кали. Данную услугу в нашей стране запустили в 2014. Правда, сначала ею пользовались неактивно. Спустя год из тысячи обращений в департамент экологии лишь 10% приходилось на интернет-заявки. В этом году ситуация значительно изменилась. Уже 99% природопользователей региона получили разрешение на эмиссию, различные заключения, паспорта через электронное правительство. Для этого нужно лишь иметь доступ к порталу ЕГОВ. Что упрощает задачу подачи документов для заказчика. То есть заказчик, не выходя из своего офиса, может подать документы, подписать их ЭЦП и уже получить готовое заключение, либо разрешение на эмиссию. Экологи рассматривают заявку в среднем в 16-17 рабочих дней. Хотя законом на это отводится два месяца. Ответ специалисты департамента размещают на данном сайте. Все госуслуги оказываются бесплатно. При получении отказа в оказании государственной услуги заказчик обязан доработать свои материалы и подать их на повторное рассмотрение. Если сравнивать последние три года, то процент полученных отказов существенно сократился. То есть с 70% до 40% отказов у нас. С начала года в электронном формате выдали уже более 200 разрешений и заключений. С документами в руках по старинке к экологам приходило лишь пара человек. Кстати, основные пользователи госуслуг – крупные промышленные предприятия региона, асфальтовые заводы, сельхозформирование. Они больше всех, по мнению экологов, загрязняют окружающую среду. Гульнара Кали, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Работники культуры дали старт благотворительной акции. Актеры, певцы, сотрудники музеев проведут ряд мероприятий, вырученные средства от которых передадут землякам, пострадавшим от паводка. Репортаж Кристина Горбаченко. Это репетиция предстоящего благотворительного концерта. 15 апреля в 7 вечера в зале областной филармонии состоится юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств Юрия Колчина. На сцене выступят около 160 артистов. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд пострадавшим от паводка. В концерте принимают участие коллективы филармонии и большой детский хоровой коллектив, который состоит из хоров школы номер 8, городской классической гимназии и школы номер 10. Программа очень насыщенная, интересная. В основном это идут обработки и переложения классических произведений, русских народных песен, казахских народных песен, обработки, сделанные Юрием Колчиным. Это программа самая разнообразная, интересная программа, можно сказать, от классики до современности. А 19 апреля в областном историко-краеведческом музее пройдет выставка «Твори добро». Также в этот день можно будет посетить экскурсию в резиденции Аблайхана. В сфере культуры области дан старт акции «Культура вместе с вами». Музеи не остаются в стороне. 19 апреля областной историко-краеведческий музей, музей изобразительных искусств, музей резиденции Аблайхана приглашает горожан на благотворительную акцию «Твори добро», в ходе которой пройдут обзорные экскурсии по залам и выставкам музеев. Не остались в стороне и североказахстанские актеры. С 20 апреля творческие трупы трех театров будут гастролировать по Северному Казахстану. Артисты посетят села, куда этой весной пришла большая вода. Они находятся в Тимирязевском, Исильском, Таиншинском, Акаинском и Айртауском районах, Шалакына и имени Габита Мусрепова. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Достичь космических высот. К этому стремятся все ученики 14-й школы. Учебное заведение носит имя Юрия Гагарина. И сегодня, в День космонавтики, отмечают свой юбилей. На 55-летие пришли выпускники. Многие из них – почетные граждане города. Наша съемочная группа тоже побывала на торжестве. Инопланетянка и космонавт. Вот такие персонажи встречают гостей. Как будто только из полета. Скафандр, обувь, костюм. Не настоящие, конечно. На помощь пришел мотоциклетный шлем, фольга и фантазия учеников 14-й школы. Сегодня у нее юбилей. Первое учебное заведение в Подгорье появилось в 1765 году. И если исчислять жизнь нашей школы учебными годами, то ей сегодня 250 лет. Почему именно сегодня мы празднуем 25 лет, 12 апреля? Потому что именно 12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин первый раз поднялся в космос. И в 61-м году школа носит гордое имя Юрия Алексеевича Гагарина. Праздник в летной тематике. На места гостей провожают стюардессы. Посетил этот инсценированный космический корабль Иравиль Резапов. Сегодня директор ботанического сада «Гордость школы», а полвека назад был обычным учеником. Кстати, здесь учились шесть поколений его семьи. От прапрадеда до детей. Говорит, учебное заведение помогло найти свой путь в жизни. Я немножко стеснялся, что я не хочу быть военным. Я не хочу вот такой. Но я хотел на Марсе высадить яблони. Юлия Андреевна Осипова, биолог, говорит, не волнуйся, Ровин. Давай мы будем пока озеленять эту школу. И эти первые цветы высажены на территории этой школы. И так мы нашли применение моему творческому началу. Не получилось на Марсе вырастить сады, но сад на севере мы вырастили. Цветы и подарки от почетных жителей области и города. Поздравляют юбиляшу и выпускники, и сегодняшние ученики. А их в учебном заведении около 350. Свою школу очень любят. Здесь им помогают быть первыми во всем, говорят дети. В этой школе очень много талантов. И каждый открывается с каждым днем. Все больше и больше. Наши ученики, они очень способны. Они еще и хорошо учатся. Буквально 50% из наших учеников ударники и отличники. В этом заслуга не только ребят, но и педагогов. Сегодня лучших работников школы наградили почетными грамотами. А для отличного праздничного настроения большой концерт. Александра Салминак, Азбек Арыкбаев. Новости МТРК. Книгу о жумаголит Леулине презентовали в областном архиве. Это издание о нашем земляке, видном деятеле движения Алаш, писателе, посвящено 125-летию со дня его рождения. Что собрано в автобиографическом сочинении, вы узнаете из следующего сюжета. Год работы позади. Это не первый писательский опыт Сауле Маликовой. Новое издание посвящено деятельности нашего земляка Жумаголит Леулина. Жизненный путь этой интересной исторической личности богат событиями. Врач, писатель, политик. Новый труд открывает и новые интересные этапы его жизни. Раскрыли жизнедеятельность Жумаголита Леулина в 2017 году. Как деятель Алашарды, как руководитель казахского педагогического техникума. Вот архивные материалы рассказывают, каким он был организатором. Как готовил казахских специалистов для школ в нашей области. Постарались разнообразить и содержание. Есть здесь глава из книги самого Жумаголита Леулина «Гигиена». Она была издана на арабском языке в Оренбурге в 1924 году. А через пару лет и в Казаларде. Этот экземпляр хранится в архиве семьи. А североказахстанцы от коллег получили его скан-образ и перевели на кириллицу. В начале 20-х годов одной из больших проблем – это была первая помощь, оказание первой помощи, когда эпидемия различных заболеваний. Вот тогда нужно было населению разъяснить правила гигиены. И эта книга нужна была. Эта книга была заказана правительством Аллашарды Жумаголит Леулину. И он достойно написал эту книгу. Очень ждала выхода этой книги и студентка Саягуль Жекижан. Темой дипломной работы будущего историка стала жизнь и творчество Жумаголит Леулина. Много интересной информации о нем есть в журналах, статьях, архивных документах. В этом же издании все собрано вместе, а еще есть уникальные данные из архивов. Очень хочу прочитать эту книгу. Думаю, она поможет мне в написании дипломной работы. Тираж издания – всего 100 экземпляров. Их получат все библиотеки нашего региона. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Успех североказахстанских спортсменов. Женский волейбольный клуб «Куаныш» завоевал бронзу на чемпионате страны. Проходил он в Кустанае среди команд высшей лиги А. С призерами встретилась моя коллега Гульнара Калиф. На чемпионате страны за победу боролись 6 команд высшей лиги. Игры проходили 8 дней. Наших волейболисток обошли лишь спортсменки из Алматы и Кустаная. С высшей лиги А в этом году, я так думаю, что последнее место Караганда занял. Оно выпадет, попадет в высшей лигу Б. А снизу, с высшей лиги Б, чемпионы стали в этом году город Павлодар. Они перейдут, скорее всего, в высшей лигу А. Но там будет все зависеть от местных руководителей. Женский волейбольный клуб был создан в Петропавловске 4 года назад. Чтобы подняться на пьедестал почета, спортсменки тренируются каждый день по 3 часа. В составе Куаныша 14 девушек, в их числе Полина Костева. Она центральный игрок. У нас были задачи быть в призерах. Мы выполнили эти задачи. На следующий сезон будем стараться, хотим занять все-таки первое место, постараться. Будем стараться, больше тренироваться. Те соперники просто были намного опытнее нас, взрослее, можно даже сказать. Некоторые игроки в тех командах участвуют в нацлиге. Шестерых волейболисток у Аныша сейчас привлекают сборную нашей страны. Уже в конце апреля они поедут в Алматы готовиться к международным состязаниям. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. На этом у меня все. Следите за нашими информационными выпусками и всегда будьте в курсе событий. До встречи. Прогноз погоды на среду 13 апреля. Переменная облачность, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура ночью плюс-минус 1, днем плюс 5, плюс 7. Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно астматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформ Орион. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформ Орион полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратно астматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформ Орион делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами, Акваформ Орион занимает в 3 раза меньше места на кухне, очищает воду в 3 раза быстрее, экономит до 9 тонн воды в год. Срок службы модулей в 2 раза больше, а расходы на обслуживание в 2 раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. Акваформ Орион Питьевая вода премиум класса у вас дома. Акваформ Орион